Мужики, всем здорова! Всем доброе утро, всем салам алейкум! Едем забирать воздушные подушки на теловые линии Стрелка район, понял, принял Погода вот такая у нас что-то не очень Погода в общем как осенью Что там получено получено все компания орает ты видишь ты видишь ты все фиксируешь компания орает Главное чтоб подушки круглые были Все четко садись тоже Вот был бы у тебя воздух сейчас сразу накачали бы и поехали бы на подушки по одной Как он там мягкий не мягкий Так ты куда-то ничего же никуда не надо проскочить в одно место посмотреть объект Тебе? Да Как раз ты тоже там своим глазом опытным посмотришь Сейчас позвонил там на белой речке Посмотрим? Какой-то объект Посмотрим что там Он говорит сразу позвонил говорит первое слово Говорит сложный заезд говорит Я так так в чем сложность грязи или что Нет говорит чуть узковато Потом начал объяснять Говорит ну в принципе мы этот один этаж построили Прям краны и миксера эти насосы заезжали Я говорю а в чем тогда Сложность Все заезжали Ну лучше посмотри Ну во первых миксеров база короткая чем у тебя Не насос он сказал Насос Обычно если насос заезжал Да Я уже там сто процентов По высоте не знаю Ну он правильно Лучше посмотреть Потом чтобы не было Даже знаешь что он сказал Мне что понравилось Я говорит таксисты оплачу Приезжай посмотри Туда обратно Ну Это уже Серьезный клиент да? Очень сознательный клиент Прям Очень Очень продвинутый я бы сказал Ну это у меня первый раз вообще в моей практике Чтоб так человек связал Обычно Ну я привезу Покажу Отвезу Да Я не слышал тоже такого Я такси говорит Сейчас говорит тебе Отплачу Приедь посмотри Красавчик Все Едем Сразу респект уже Клиенту сразу Респект Не глядя Вообще без проблем Все Едем в Белую речку Сейчас смотрим Подушки же не испортятся у нас Пока мы Куда Куда Обратно Обратно Отвешаться Все Мы посмотрели Вот Короче Вот такой Обрывчик Здесь С одной стороны Вон там Далеко Можно И надо Офигеть Да Там Принц Срешновато Смотришь В таких местах Люди живут Ничего Строятся Вон Такие заборы Смотри Пустые Лата Но тебе там тоже заезжать Не совсем будет слабо Ну да Я тоже так что-то посмотрел Груженый там теперь Ну Ты в кухне получится Пару раз да Надо будет Чуть сносить будет Скорее всего С грузом направо Когда ты будешь заезжать Там подъем получается Даже на искусстве Да Да Ну там как вещь Там блин краны Там нормальный кран работал Ну ты мог Панели положил Там кран А не ты Ну Кран там по-другому заезжает А ты по-другому будешь заезжать Там вообще Так Кто там Так Торжественное Открытие Барабаны Та-да-да-да-да-да-да-дам Торжественная распаковка Ну что Путь управления Здесь Манометр Да Клавиша Но 24v 24v А вам куда Вот Мне кажется 3ée подушку Нет Вряд ли Тебе две подушки вот что самое главное вот самое сложное подушки ты можешь купить да сам где-то найти но вот это сделать вот многие говорят там да сам сделаешь вот это вот так смотри аккуратно чтобы красиво сделать все таки вот за это стоит заплатить это их не логики да видишь орает миша аккуратно все красиво покрашена вот что я хотел вот это блинчик да вот это по рису идет ну да получается да один только или или там 2 не 2 вот 9 вот а для суда стремянка 1 суда вот они вот они родные так в 0 0 0 0 0 0 0 стал сам это нормально проходит чуть-чуть задела козырек козырек он нормально почему чуть-чуть заделать разгончик силы а вот ага дай козырек от путья заезд дело как все пишут первая заезд надо сделать нормально потом стройку делал да как получилось ваши комментарии заехали вот так сейчас здесь и сверху чуть асфальт тоже накидаем соседи возьмем или наоборот она будет сейчас высохнет еще полчаса и как раз они говорят арматур не сейчас на днях еще раз тогда придется позвать тебя тогда посмотрим по обстоятельствам короче вот это все нам нужно поднять вот это все причиндалы для монолита спокойно спокойно просто пока так что мы опять нарушаем через кабину что делать что делать везде провода кое-как заехал то хорошо отказать нельзя вот такой человек авторитетный джан-клод ван дам терминату все понял а вид какой пацаны это кенджи и когда передняя нога есть конечно намного спокойней особенно когда кузов пустой противовеса нет на угол куда-то хочет поставить чтобы не поднимать об меньше таскать не знаю чего получится зажало да и так пройдет все под контролем не знаю короче говорит я сто раз так делал раз один край поднимем наверное потихоньку потихоньку чтобы он не потащил не ссы говорит я сто раз так делал четко-четко-четко четко-четко стоп-стоп-стоп подожди я чуть-чуть опущу давай-давай потихоньку давай можно-можно можно-можно-можно я тоже буду опускать по чуть-чуть все вот так работают профессионалы а как говорю не боишься на ночь арматуру оставлять она же золотая не-не тут все все честно говорю опять ножку забыл переднюю что-то надо уже делать надо его заварить туда и что-то сейчас надо лампочку поставить она еще не поднимается она заворачивается я очкую ворота решетки двери обращайтесь а блин что такое что такое так народ я вот только приехал забрал посылку посылка от ибрагима с невиномыска ему огромная благодарность уже не первый раз вот куча перчаток перчатки кстати очень качественные каждая перчатка там с паспортом такого я не видел честно говоря с сертификатом короче качество это у нас подшлемник и по просьбе ибрагима передаю привет виталику мерзуеву из невиномыска самому лучшему коронавщику виталика я не знаю но у виталика очень хороший друг береги его а пацаны самое главное кто угадает что это такое это вот ибрагим мне прислал вообще не никакой подсказки не будет просто вот что это за железка напишите в комментариях так народ коротко о главном в общем снял компрессор снял привод насоса полностью меняю сальник меня все резинки потому что вот это уже прям ужас короче ну я вам показывал просто раз там уже течет просто уже ну где-то стоишь лужа под камазом так сразу причину я вам покажу вот не знаю видно нет вот они борозды вот они это старое кольцо беговое кольцо вот здесь стояло взял новый сальник взял без пружинки взял с пружинкой какой жесткий он конечно он его сожрет взял вот такое сперва кольцо что-то оно мне не понравилось не такое блестящее как это поехал у нас есть коробки делает ума еще за человек он просто вот я уже говорил про него с большой буквы вот не избалованный да обычно он хороший спец обычно профессионалы своего дела они чуть-чуть такие капризные там ну как бы понятно марм не надо вот сделать есть время мелочь тут вот перепрессовать вот эту эту на эту он вот что-то делает там коробка у него на стенде а задний мост у него на стенде что-то крутит я подхожу да надо молча ничего не говорит молча берет посмотрел идет короче на пресс поставил поставил сделал короче я ему 200 рублей даю нормально говорит туда положи короче все спасибо омара души все-все давай пошел дальше молча короче крутит я поехал что-то мне не нравится короче заехал по пути в другой магазин говорю есть такие штучки а я вообще даже больше из-за сальника заехал вот эти тоже и не очень и ну они в магазине сказали как бы средняя цена качество о строймаш он мне говорит вот строймаш в другом магазине я говорю а вот это есть штука он говорит есть я взял и она даже прям по поэтому чуть-чуть разная по фаске я короче думаю взял взял еще один сальник на всякий случай думаю поехал опять к умару умар еще разок он уже за столом сидит там что-то мужики там сидят он что случилось я говорю да это не этот не заводской раз пошел там почему зачем там ничего пошел сделал я ему короче деньги не надо не надо я говорю я от души даю ты мне молча вот то что ты никогда не отказываешь он говорит ну если я могу почему я ты говорю вот ты мне в прошлый раз говорю так а он мне в прошлый раз просто он меня вот выручил я замучился там с этим с поворотным редуктором и он не хотел брать я ему запихал говорю я от души даю возьми он взял короче такой на меня еще такой смотрит думает наверное что за что за дебил он ездит это все теперь я уже спокойно сейчас главное магазин я быстро сгонял гайковерт короче пацаны вообще пушка как я без него жил не везде конечно все что за самую манжету ну не везде да конечно им залезешь Сейчас я вам покажу, если вы что-нибудь увидите, пацаны Так, чисто для... Вот буковка Е Вот она, между зубьев А вот зуб с нулем Может быть, вы не видите, но я его вижу И вот сейчас, если прокручивать, то зуб попадает вот сюда А должен сюда Значит, я не попал Вытаскиваем заново шестерню И на один зуб сюда Здесь не угадаешь И вроде бы я вот так, вот муфточку Вроде бы она у меня вот так была Но не этот, не угадаешь Все равно надо по меткам А почему я сразу по меткам не выставил? Потому что я выставляю всегда так Муфту, да Чтобы у меня все болты были доступны Чтобы я не прокручивал его несколько раз Вот на пол, на перекосяк вот так ставлю Эх, эх, эх А здесь Так, народ Всем доброе утро Всем салам алейкум Продолжается у нас ремонт Вчера Допоздна, короче Ковырялся вон Лампочка Вчера бы собрал, наверное Если бы не эта крышка задняя Вот эта Точнее ее прокладка Точнее прокладка ее Которая слиплась Не то слово Она Блин, стала каменная Я его ковырял, наверное, час Уже стемнело Чтобы старую прокладку отодрать Короче, это было самое трудное Ни шестерни там совместить Ни метки попасть Ни что-то Ни валик этот поставить Руки, короче Болели вчера Ножиком ковырял, ковырял В общем Вот этот сальник Все-таки я не поставил Почему-то Не знаю, почему Все-таки Поставил старого образца Вот такой С пружиной Он очень такой жесткий Возможно, он тоже Схавает Вот это кольцо Ну, мне на лет пять Хватило точно Еще до меня Сколько это кольцо было В принципе Все основное я поставил Компрессор Привод Все прикрутил Зажигание у меня не сбилось Потому что я не крутил Ни мотор Ни насос На старые места Все четко поставил Сейчас просто подсоединяю Трубки-шланги Вот этот коллектор И пробую заводить Должно все получиться Так, забываю Все время Вот эту пасту намазать Для защиты Рук Ибрагиму Салам алейкум Это он мне прислал Перед началом работы Как-то посмотрим Какой эффект будет Так, что я тут упростил Повыкидывал, короче Давно хотел Датчик, датчик Наверное, это датчик засоренности Воздушного фильтра Я так думаю Я не знаю Они Этот датчик давления Масла Они могут сделать нормально Какой там нахрен датчик Фильтра Куча проводов здесь было Здесь фильтра с подогревом были А, на датчик Вот это тоже я убрал Всю проводку Отрезал просто Варварски Она здесь идет Тоже здесь Эти Кулиса там Короче И вот такая паутина Не люблю Здесь и так хватает Этот давно хотел убрать Он у меня заглушенный Клапан С Обратный клапан Это как аварийный Он считается То есть Когда фильтра забиваются Клапан должен сработать И Что-то он должен делать Короче Он мозги делает Из-за него там Люди мучаются Двигателя там перебирают Здесь у меня заглушка Алюминиевая Тормозная заклепка По-моему И трубка шла Все равно Как бы просто Для того Чтобы Не знаю Сейчас вот взял Этот кусочек Сюда Подобрал трубки Отсюда убрал Тут сделал напрямую Такую соплю Так Надо куда-то привязать И вроде бы все Сейчас будем запускать Главное Чтобы ничего не побежало Сильно Кстати Стол Надо Колесики Уже купил Вот Спасибо человеку Написал Колесики Колесики Уже купил Надо будет сделать Если время будет Очень удобная вещь За стол Тоже Так что Все Этот Все комментарии Читаю Прислушиваюсь Все Что вы пишете Делаю Так что Все нормально Обратная связь Как говорится Отвертка Помните Да Классика Так Все Завелся четко Главное Зажигание Правильно Попал я А то Пришлось бы Все разбирать Заново Вот это Самый главный момент Все Вроде Ну пока-то Что Сразу-то не потечет Вроде Все нормально Главное Ничего не забыть Еще 10 раз Пойти Посмотреть Вокруг Какие еще Краткий отчет Пока не забыл Сигнал Снял Отсюда Один С Камаза Здесь два Поставил Один туда Такой Который похуже Так Мик-мик-мик Вот так Крякай А здесь Нормальный Такой Высокий Оставил Че еще Шланг Шланг Силиконовый Нормально Стоит Не разложился Еще Держится Спасибо Спасибо